У нас имеется огромный мобилизационный ресурс. Речь идет о тех, кто находится в запасе. У нас почти 25 миллионов. Соответственно, такой же ресурс, более 100 тысяч, имеется и в республике Хакасия. Значит, кто будет призываться у нас? Значит, согласно федеральному закону, призвана военная служба, мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе. То есть он не может касаться, как я уже сказал, проходящих срочную службу, так как они еще не переведены в запас. Кроме них, по призву, по мобилизации не подрежат граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость. Значит, прежде всего, даны указания, что непосредственно от республики Хакасия будут набираться по призву граждане, пребывающие в запасе первого разряда. Кто это такие? Это солдаты-сержанты, возраст которых до 35 лет. На данный момент офицеры запаса с республики Хакасия призываться не будут. В состав оргий ядра те, кто непосредственно будут проводить боевое слаживание с солдатами-сержантами запаса, будут заниматься офицеры, те, которые имеют боевой опыт. Не идет речи о том, что кто не имеет опыта управления, будет привлечен к командованию данными гражданами. Студенты у нас задавали вопрос, будут привлекаться только для участия в работе участков и штабов оповещения. То есть, вот повестки, если вы видите студентов, это развернуты штабы и участки оповещения. Студенты, естественно, привлекаются. Значит, сбор граждан, пребывающих в запасе после получения повесток, будет осуществляться через военные комиссариаты на пунктах предварительного приема и сбора граждан. Значит, время и дата отправки будет указана командующим Центрального военного округа. Отправка будет осуществляться железнодорожным транспортом. У нас в Республике Хакасия на данный момент нет возможности подготавливать военнослужащих на полигонах. У нас такого полигона просто нет. Я уже озвучил вам, что подготовкой займутся офицеры с боевым опытом. Поэтому наши граждане убудут в одной из воинских частей формирователей Центрального военного округа, где будет происходить их амбудирование, экипирование и боевое слаживание. Боевое слаживание будет проходить до пяти месяцев. Никто не собирается отправлять необстрелянных, необученных граждан. После того, как произойдет слаживание отделений, взводов, рот, батальонов и так далее, вот тогда военнослужащие, когда будут готовы, будут отправлены в зону боевых действий. И не в первый эшелон. Это тоже неоднократно озвучилось. Потому что сейчас там у нас есть воинские части, которые имеют боевой опыт. Значит, те граждане, которым по каким-то причинам не вручена повестка, значит, просьба, категория озвучена, явиться в военные комиссариаты. Значит, по прибытию в военный комиссариат необходимо иметь при себе все соответствующие документы. Начиная с паспорта, военного билета, права водителей и так далее, и так далее. Документ, подтверждающий, если есть военно-учетную специальность. Если у кого-то произошли какие-то изменения по состоянию здоровья, по семейному положению, все это будет отработано в военном комиссариате. Жизнь течет, все меняется. Поэтому основная задача, получив повестку, прибыть в военный комиссариат. Не надо развивать никакую ни демагогию, ничего. Прибыли в военный комиссариат, представили необходимые документы. В каждом военном комиссариате у нас есть помощники по работе. Представите документы, все вам объяснят, пояснят. Обязательно пройдете медицинское, освидетельственно углубленное. Я хотел бы обратиться к тем гражданам, которые, может быть, еще не допонимают роли и значения. Уважаемые мужчины, мы являемся защитниками Отечества. Не забывайте, что за вами стоят ваши семьи, это ваши жены, дети, мамы. Наша задача выполнить свой конституционный долг. Поверьте, что действительно угроза есть, вы все ее видите. Это угроза со стороны Запада. И Россия всегда была едино сильна духом. И воины-сибиряки отличались всегда именно слаженностью и патриотизмом. Это невысокие слова. Я думаю, каждый мужчина это должен прочувствовать. И если у кого-то есть минутная слабость, скажу, слободушие, надо с ней просто справиться. Но я уверен, что большинство граждан наших – это честно, сознательные люди, которые готовы встать на защиту нашей Родины, Российской Федерации и нашей родной Республики Хакасия. Субтитры создавал DimaTorzok